Друзья, привет! Вы на канале разгоняем алкопоис. Тадемус на кухне, значит будет закуска. Сегодня я хочу приготовить очень-очень простую, летнюю, именно летнюю овощную закуску под водку. Данное блюдо я попробовал в гостях не так давно, поэтому хочу вам про него рассказать. Поехали! Для нашего салата закуски потребуется не так уж много ингредиентов. Из обязательного здесь яблоки, помидоры, масло и специи. Я еще добавлю лук, добавлю зелень, немного сыра и бальзамический уксус. Но так вариаций очень много. Главное сочетание яблок и помидор. Особенно это круто, если это все действительно дачное, выращено на даче, вы еще все это делаете прямо на свежем воздухе. Эффект просто бомбический. Плюс вообще вот сочетание помидора с яблоками, еще и с маслицем, со специями. Но по мне так это просто великолепный вариант для того, чтобы так по-легненькому закусить водку. Особенно если вы там ждете, пока пожарится мяско или там курочка, ну или там пока распыляется костер, а вкрутить уже не терпится. Быстренько нарубали, оно немножко постояло, настоялось и все, вы спокойно там с братюнями уже вкушаете. Давайте теперь все это дело резать. Начнем с яблок. У меня самые простые, практически дачные яблочки, вот такие вот неказистенькие. Самое то, что надо. Режем, ну вот такими вот кусочками, не сильно мелкими, но и не прям крупными. Вот что-то примерно такое, чтобы мы могли в случае чего, это просто на вилку, как закуску, хлопнуть. Яблоки надо обязательно попробовать. Семечки, естественно, убираем. В этом салате нужно достигнуть определенного сочетания вкуса. То есть, чтобы было и сладко, и кисло. То есть, если у нас яблоки будут кислые, то, соответственно, желательно, чтобы помидоры были сладкие. Яблоки сладкие, это хорошо. В том, соответственно, попробуем помидоры. Если дольки уж совсем большие получились, то их можно всегда располовинить. Но я люблю, чтобы было все такое крупненькое. Чтобы, знаете, вот как большому куску-то и акула рада. Яблоки нарублены. Идем дальше. Я делаю чисто на себя. Так, буквально на пару раз поесть. Естественно, пропорции уже соблюдайте от количества едоков. Помидорки тоже вот такими вот довольно-таки приличными кусмарями. Попробуем. На кислинки, конечно, не хватает, поэтому бальзамик нам точно понадобится. Тоже все туда. Соответственно, если у вас очень сладкие помидоры, такое тоже бывает, то лучше яблочки взять по кислению. Вообще, давненько я ничего не делал из закусочек. Но тут дело такое, что водка это все-таки настолько универсальная вещь, которая прекрасно закусывается просто обычной едой, любым там овощем, да вплоть до даже фруктом. Поэтому особо вот интересных рецептов я пока не нарыл. Но вот, вот, поход в гости пригодился. Вроде бы все так просто, неказисто, но именно сочетание помидорчика и яблочка, тем более многие-то любят все-таки закусывать и яблочками, и помидорчиком водку. А тут еще все воедино, и когда оно еще передает друг другу ароматы и свои вот все эти вкусовые элементы, пока настоится, это просто вот божественно. А главное просто. Но, повторюсь, это абсолютно летний вариант. Я себе слабо представляю что-то подобное, допустим, делать зимой из каких-то вот таких пластмассовых, нафталиновых помидорчиков, из зарубежных яблок. Все это будет уже не так вкусно. Как видите, получилось немало. Значит, давайте теперь лук. У меня две такие половинки. Лук тоже можно достаточно крупно порезать, если надо, всегда можно вилкой его впоймать и грызануть. Совершенно необязательный компонент это сыр, но у меня кусочек оставался, что ему пропадает. Салат он явно не ухудшит. Вот такими большими крупными кусками совершенно немножко добавим для красоты. Зеленуха. Зеленуха, опять же, какую любите. У меня такая уже подлежавшая. А если это будет, опять же, ваша, дачная, прям с грядки. Да можно еще и лучка зеленого сюда подрезать. Это будет просто божественно. Далее, специи по вкусу. Ну, я без перчика никогда не обхожусь. Без свеженького, молотого. Соль у меня адыгейская. Желательно, конечно, все это дело присаливать именно адыгейской солью, потому что она дает, ну, просто неповторимый аромат данному блюду. А еще представьте, яблочко из сочетания с адыгейской солью, это просто бомба. Соль здесь, тем более, нужна еще для того, чтобы все это дело дало сок. Масло. У меня, конечно, не оливоч, но тоже неплохо. Поливаем маслом. И чуть-чуть я добавлю бальзамического уксуса. Это совершенно не обязательно. Можете, кстати, и обычного добавить, можете не добавлять, как вам нравится. Вот так вот, чуть-чуть. Теперь, я вот люблю салаты и всякое такое делать в такой таре, потому что это можно всегда сделать вот так. Размешиваем. И оставляем где-то минуток на 20, ну, может быть, там на 30, если время у вас есть. И все, будем пробовать, естественно. Подача, как вы знаете, у меня не инстаграмовская. Мне главное, чтобы было вкусно. Давайте, естественно, испытаем это все. У меня вот остатки ярославская. Кстати, неплохо ушла. Подержал я в холодильнике. Это где-то, наверное, минуток 20 наш салат. Не знаю даже, как его назвать. Просто будет салат летний, дачный. Как-нибудь. Не знаю, что-нибудь я потом придумаю. Просто достаточно доступно, потому что здесь нет ничего выдающегося. Но, опять же, повторюсь, самый кайф, это если действительно это все будет на природе. Там, конечно, это высший пилотаж. Давайте вот возьмем, сразу так нанизаем яблочко и помидорчик. Тем более, я часто закусываю и яблочком, и помидорчиком. Здесь это еще в соусе со специями. Опять же, друг с другом они там коррелируются. Короче, все. Давайте. Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Закусочка. Я прям предвкушаю гнев многих, скажу, что Демос, вот ты козел, приготовил какой-то салат овощной, и говорю, что это закусь. Это закусь. Сочетание кислого, сладкого, пикантного лучка. Опять же, соль адыгейская, которая раскрывает все эти вкусы. Это просто прикольно. Вот если вам нравятся яблоко и помидор, вы закусываете водку ими. Подобный салат вам не то, что понравится, вы все съедите. Тем более, бальзамик еще дает кислинку и дает какое-то, ну, может быть, некое благородство достаточно простому блюду. Продолжим. Хотя она все впитывает соки друг друга. Это даже как салат будет, очень даже прекрасно. Особенно, кто пытается следить за своим весом. Ну, это не мой вариант. Но это точно не высококалорийное блюдо. Легкое. И в отличие от других каких-то вот закусочек, бутербродиков, колбаски, от чего-нибудь, вы здесь гарантированно не наедитесь до шашлыка, там, до курочки, до рыбки. То есть, это будет легко для организма, легко усвояемо. И вы потом уже сможете полноценно продолжить трапезу. Ну, так слегка, как говорится, накинув. Давайте, друзья, напоминаю за лайки, за подписку, за комментарии и за все остальное. Вот лук, он просто здесь меняет свой вкус. У него полностью уходит горечь. Остается небольшая пикантность. Вот сладкое яблоко с бальзамиком, с соком помидора, со специями. Оно вообще начинает играть. Просто вот это вот настоящая полифония. Потому что здесь вся полностью палитра вкуса. И соленая, и сладкая, и кислая. Ну, горечи нет, но и не надо. В оригинальном рецепте, который я тогда пробовал, там не добавлялся лук, не добавлялось практически ничего было. Яблоко, помидор, адыгейская соль и подсолнечное масло. Это тоже было вкусно, но по мне так слишком простовато. Надо улучшить вот эти сырка. Сырок не портят. Он здесь на своем месте. Друзья, за вас. Вот как закусь. Моментально уходит. Вот лишний привкус. Моментально. Просто ты вот зевнуть не успеваешь, как его нет. Очень вкусная штука. Я, конечно, не претендую на оригинальность данного рецепта. Но я пытаюсь именно сделать максимально просто и доступно. А теперь вот такую вот вещь. Я специально взял немножко хлеба. Блин, обсверничался. Очень много сока. Оно еще постоит, там будет сока просто невероятное количество. Вот этим нашим прекрасным. Это вещь. Вот с этим может сравниться только летний салат овощной. Помидорчики, огурчики, там лучок. И политое это все маслом, которое не рафинировано. Вот просто вот. Друзья, спасибо за внимание, за вас и до скорого.